Аниме-сериал 95-го года выхода Neon Genesis Evangelion, одноимённая манго-адаптация того же года. Полнометражный фильм «Конец Евангелиона», вышедший пару лет спустя и заменяющий собой последние эпизоды сериала. Затем о ревилд истории в виде четырёх полнометражек, выходивших на протяжении 14 лет. А ещё реклама станка для бритья с участием Икари Генда, а также губной помады Саянами Рэй. Ну и вдобавок неко-версия опенинга сериала от студии с очень говорящим названием. Ведь это даже не полный список из того, в какой форме Евангелион получил своё то или иное воплощение. Но из-за такого странного многообразия форм создаётся ощущение, что настолько странная, рисковая и авангардная для своего времени работа попросту превратилась ни во что иное, как во всего лишь исключительно маркетинговый продукт или, проще говоря, определённый бренд. А ведь когда-то Евангелион был тем самым сериалом, который с помощью неоднозначного типажа главного героя по-новому обыгрывал, казалось бы, достаточно шаблонную историю о ребёнке, который внезапно стал избранным и теперь от его поступков и решений зависит судьба всего человечества. Но несмотря на специфичный сюжет, который сложно назвать рассчитанным на массового зрителя, нестандартные и местами даже спорные визуальные решения, Евангелион всё-таки уверенно обосновался во всевозможных аниме-топах. Таким образом, в конце концов, став тем самым мейнстримом, против которого он изначально и шёл. И именно это для меня остаётся крупнейшей загадкой, как настолько неоднозначный, обрывистый, непонятный, находящийся на грани с артхаусом сериал стал объектом всеобщего обожания, благодаря чему его франшизу в самых разных её проявлениях успешно доят на протяжении 25 лет. А ведь в то десятилетие вышло приличное множество других тепло принятых зрителями тайтлов, чьи франшизы, несмотря на всеобщую любовь, не получили какого-либо достойного развития. И вот после просмотра оригинального сериала Евангелион, его всевозможных альтернативных версий, а также других работ студии Гайнекс, в моей голове как будто бы сложился пазл, отвечающий на заданный мной уже вопрос, а что же не так с Евангелионом? Но прежде чем я перейду непосредственно к теме разговора, хочу порекомендовать канал моего товарища по роду деятельности под ником Oldboy, чья специфика рассказывает о непопулярных, но достаточно интересных и может быть даже важных представителях своего времени. И на мой взгляд это весьма благородное занятие, так как списки лучших аниме тайтлов, несмотря на свою обширность, к удивлению быстро заканчиваются, а потребность смотреть что-то интересное никуда не пропадает. И ведь есть огромное множество спрятанных в земле алмазов, выйти на которые без чьей-либо помощи невероятно трудно. Да и если попросту о них не рассказывать и не выносить на массовую аудиторию, есть печальный шанс того, что из-за неблагоприятных обстоятельств они навсегда затеряются где-то в аналах истории. И так как я люблю всякие малоизвестные аниме-реликты, то сам с удовольствием смотрю его видео и надеюсь на дальнейшее развитие канала. Так что и тебе рекомендую обратить на его творчество внимание, а заодно передать от меня парочку приветов в комментариях. Эта история берет свое начало задолго до того, как Евангелион увидел свет. Примерно в 1984 году, когда Хидеаки Ана, Юшьюки Садомотто и несколько других ребят, чьи имена в контексте разговора не имеют сильной значимости, организовывают собственную анимационную студию, известную теперь как Гайнакс. Да, Хидеаки Ана не был для студии наемным режиссером, а являлся ее непосредственным соучредителем. Собственно говоря, с этим начинанием ему помогло то, что до этого он успел поработать вместе со всеми известным режиссером Хаяо Миядзаки на полнометражном аниме Навсекая из Долины Ветров, что послужило неплохим таким бустом для старта его карьеры в качестве аниматора и режиссера. К чему он, кстати, сделал небольшую отсылку или даже выразил дань уважения в одной из своих первых режиссерских работ аниме Ганбастер, в котором на стене комнаты главной героини можно приметить персонажей Миядзаки Татора и саму Навсекаю. И поскольку Гайнак состоял преимущественно из молодых и полных энтузиазма аниматоров, то очевидным образом им хотелось создавать свои работы не так, как это было принято, а так, как они сами того желали. И чем больше они создавали, тем больше экспериментировали, постепенно выходя за рамки привычного. Так и появился на свет недавно упомянутый Ганбастер, который выглядел свежо и имел свой ощутимый авторский стиль, за что уже тогда вполне заслуженно привлек к себе некоторое внимание. И кстати, многие реализованные в нем авторские решения Хидеаки Ана перенес свою следующую работу, Евангелион, который стал для студии Гайнакс важнейшим поворотным моментом, после которого ее режиссеры и аниматоры могли реализовывать весь свой нестандартный творческий потенциал, выпуская такие достаточно авторские тайтлы, как Фури Кури и Тенген Топа Гурен Лаган. Но создание анимационного продукта это чуточку больше, чем просто группа, заряженных энтузиазмом ребят, готовых чрезмерно много работать. Это всегда финансовая и бюрократическая волокита со всеми вытекающими отсюда трудностями. А создание специфичных и потому рисковых работ влечет за собой вполне вероятные финансовые потери. Потому большую часть времени существования Гайнакс испытывает сильные денежные трудности, причем даже после того, как Евангелион завоевал сердце массового зрителя и принес студии огромные суммы денег. Ведь по итогу прибыль оказалась не сильно большей относительно затраченных ресурсов, и для того, чтобы не уйти в ноль, а иметь возможность что-то дальше создавать, начальству пришлось пойти на определенные махинации. И пытаясь скрыть часть доходов, в итоге ее директоры и главный бухгалтер отправились по ту сторону решетки. И вот этот факт в финансовой нестабильной студии один из первых тревожных звоночков. И в принципе даже не нужно быть особо глазастым и привередливым зрителем, для того, чтобы еще при просмотре Евангелиона подметить местами ощутимую нехватку финансирования. Так как в нем зачастую статичные кадры могут длиться по несколько минут, а некоторые не слишком бросающиеся в глаза сцены повторятся из серии в серию, тем самым немного уменьшая производственный цикл. Но несмотря на то, что это была скорее вынужденная мера, чем сознательное желание, такие моменты во многом играют на руку картине, а не против нее. Так как добавляют истории определенного шарма, какого-то камерного безумия, когда сюжет будто бы встает на паузу и в кадре не происходит никакого действия, но для нас это полноценная сцена, в которой развивается сразу нескольких самостоятельных событий. Да и к тому же такие моменты с лихвой компенсируются пусть и не слишком частыми, но зато крайне зрелищными и красиво поставленными экшн-сценами, способными до сих пор вызывать эффект вау. Но ко всему прочему бытует версия того, что именно по причине нехватки средств последние два эпизода сериала получились такими специфичными даже на фоне всего предыдущего действия. И массовый зритель наотрез отказывался принимать такое завершение сюжета, как полноценную концовку. Но я считаю, что это несостоятельная версия, так как получившийся результат очень даже в стиле Евангелиона, в котором на протяжении всего сюжета нарастает общий градус безумия. И концовка становится логичным завершением этого метаморфозного процесса. К тому же в упомянутом Ганбастере последняя серия точно так же резким скачком отличается от предыдущих эпизодов как и чисто визуально, так и по настроению, в итоге оставляя за собой скорее больше вопросов, чем ответов. И даже если нашелся ряд людей, выкупивших авторскую задумку Анна, которая пусть им может и не понравилась и не удовлетворила их зрительский запрос, но они были готовы ее принять, Тем не менее на каждого такого зрителя нашлось бы по 5, 10 или даже 15 фанбоев, готовых рвать и метать, лишь бы увидеть нормальный конец, в котором все недосказанности разжуют и положат им в ротик. А то что это получается, они зря что ли больше 20 серий смотрели, чтобы в итоге просто ничего не понять? Потому естественным образом такая очень неожиданная концовка вызвала нереальный шквал негатива, вплоть до угроз физической расправы, как и в адрес Хидеокеана, так и всей студии Гайнекс. И подобное поведение очень сложно воспринимать как адекватную реакцию от преданного фаната. Тем не менее, раз у огромной группы зрителей возник вполне конкретный запрос, который можно удовлетворить, а студия все еще находится в состоянии финансовой нестабильности, то происходит следующий тревожный звоночек, который носит название «Конец Евангелиона». Ведь это редчайшее и может быть даже уникальное по своей сути явление, в котором фанаты диктуют, какая именно им нужна концовка, а авторы с готовностью идут у них на поводу. Это сейчас с помощью силы интернета в виде дизлайков и разъяренных твитов можно достучаться до авторов, а чаще всего продюсеров, вынуждая тех сделать редизайн Соника просто потому, что фэны недовольны. Но в 90-е годы такое было сложно представить, и если зритель получал какую-то альтернативную концовку, то скорее всего в виде вырезанных наработок или отвергнутого фокус-группой варианта, который через пару лет добавили в качестве бонусных материалов. И уж точно не в качестве целого полнометражного фильма, который бы переписывал сюжет первоисточника. И вроде бы, чего тут плохого? Массовый зритель получил то, чего хотел, а студия подзаработала денег для своих будущих оригинальных картин. И проблем бы никаких лично для меня не возникло, если бы Евангелион был исключительно продюсерским продуктом, созданным только для заработка денег. Но Евангелион это в первую очередь авторский продукт самого Хидеаки Ано, отражение его борьбы с состоянием депрессии и всего такого, о чем не рассказал только ленивый. Изначально история получила свое воплощение ровно в той форме, в какой ее изначально видел Хидеаки Ано. Но вот только массовый зритель его авторского видения не разглядел и не оценил, потому и этот сюжет следовало переписать. Просто потому, что кому-то там что-то там не понравилось, пусть даже подобных людей и было приличное количество. И это еще ладно, если бы в итоге не пострадала сама история, в которой главный герой Синзи, исполняя обычного подростка, вынужденного и одновременно неспособного крайне быстро повзрослеть и принять весь свалившийся на него груз ответственности, превращается в отталкивающего шизоида, который дрочит на свою подругу, пока та лежит в коме, и всем своим видом пытается показать, насколько же он жалок. Да и то, что внезапно начинают разжевывать сюжет, основная черта которого именно загадочность и недосказанность, далеко не лучшим образом работает на руку истории. Как мне кажется, Хидеаки Ано изначально создавал Синзи, как кривое зеркало для зрителя, в котором тот мог бы увидеть свое гиперболизированное, да неприятие поведение в моменты слабости, чтобы как можно скорее перестать себя жалеть и покинуть это деструктивное состояние. Но в итоге образ главного героя создал ровно обратный эффект, став иконой для одиноких и непонятых подростков по всему миру, в котором они начали видеть товарища по несчастью, ассоциировать себя с ним и, соответственно, принимать такую модель поведения за норму, что естественным образом не понравилось самому Хидеакиана, после чего он возвел отвратительное поведение Синзи в абсолют, чтобы ну уж теперь-то зритель разглядел и понял основную идею персонажа. Но, судя по всему, и в этот раз его авторский умысел пролетел куда-то мимо, и в итоге негативное впечатление от персонажей и истории в целом сработало не у тех, на кого этот странный маневр был рассчитан, а как раз у тех, кто изначально углядел главную авторскую задумку. И хоть фильм создавался, исходя скорее от неблагоприятных обстоятельств, нежели от нужды в творческой реализации, тем не менее конец Евангелиона, несмотря на свое название, оказался далеко не его истинным завершением. Ведь даже тогда он не был единственной альтернативой первоначальной истории, так как параллельно сериалу выходила манго-адаптация от упомянутого мной в самом начале аниматора студии Гайнекс Йоши Юки Садамото, принимавшего также непосредственное участие в создании самого сериала. Это, кстати, именно он придумал дизайн главных героев, и по его задумке маскулинные черты Синдзи были намеренно сведены к минимуму, чтобы его образ выглядел достаточно бесполым. Потому рисовал он его практически так же, как и Надю, из другой работы студии Гайнекс, Надя с Загадочного моря. Интересно, что такая задумка нашла свое воплощение не только в качестве просто идеи дизайна персонажа, но и получила свою небольшую роль внутри самой истории. Потому Синдзи то несколько раз вынужден надеть женскую униформу, то к нему в шутку подкатывает Кайдзи, то затем уже и Каору подкатывает, правда, вполне серьезно. Но поскольку Садамото не мангака, а первочередный аниматор и дизайнер персонажей, то его версию Евангелиона сериал успел в несколько раз перегнать, из-за чего манга создавалась под его непосредственным влиянием. Потому, имея на руках рабочую версию сюжета с уже выявленными слабыми местами, у Садамото получилось сделать историю более понятной, последовательной и структурированной. Хоть процесс выхода манги и растянулся на целых 18 лет, но в итоге получилось так, что версия тех событий с авторством Садамото смогла заиграть новыми красками. Каору, Кайдзи и Аянами Рэй получили большее внимание и раскрытие, из-за чего их поведение и мотивация стали в разы логичнее и понятнее. Да и некоторые ситуации подправили для большей значимости. И так, например, в манге Тодзи умирает от рук Синдзи, а не просто попадает в больницу. Что, как мне кажется, имеет куда больше эффект как и для главного героя, так и для читающего. И хоть глобально сюжет остался тем же самым, но в совокупности всех небольших изменений вместе с еще одной новой концовкой, история воспринимается вполне самодостаточно и по-своему заслуживающее отдельное внимание. Но получается, что на выходе мы имеем еще одну альтернативную версию развития события, мальчики которой должен полезть в гребаного робота. И даже это, как мы знаем, еще далеко не конец Евангелиона. Ведь в 2007 году Хидеаки Ана полностью перезапускает свою историю, в этот раз в формате серии полнометражных фильмов, порционно выходящих на протяжении 14 лет. Но есть у меня предположение, что изначальная инициатива перезапустить франшизу последовала не от самого Хидеаки, а от руководства Гайнекс. Ведь после мирового успеха Евангелиона от студии долгое время выходили пусть и хорошие, но весьма вторичные тайтлы, из которых можно выделить разве что несколько штук. До тех пор, пока в 2004 году Гайнекс не решает начать развивать свою старую, но успешную франшизу Ганнбастер, выпустив вторую часть под названием Дайбастер, который является одновременно и продолжением, и ремейком оригинальной истории. А потом после пары лет компилируют эти два коротеньких сериала в один полнометражный фильм и еще раз выпускают в прокат. И вот тут, видимо, руководству студии явилось озарение, что перезапускать успешные франшизы, а также компилировать сериал под формат полнометражного фильма, приправив новыми сценами, это вполне рабочая бизнес-модель. Так что когда в 2007 году выходит достаточно успешный сериал Тенгентопа Гуренлаган, после просмотра которого у зрителей по всему миру кровь в жилах сменилась на магму, студия не раздумывая выпускает по нему два полнометражных фильма, которые опять же оказываются одновременно компиляцией оригинальных серий и частичным ремейком. Хоть это и произошло уже после выхода первого ребилда Евангелиона, тем не менее общая тенденция студии вполне прощупывается. Так что вполне очевидным желанием было реанимировать их самую прибыльную франшизу, так Евангелион и получает новую жизнь. И естественно, что заниматься им не мог никто другой, кроме как снова Хидеаки Ано. Тем не менее, после того, как производство фильма уже было запущено, у режиссера с начальством возникли некоторые разногласия, из-за чего он покинул студию Гайнакс и продолжил работу над картиной в собственной студии Хара. И как мне кажется, ему попросту пришлось так поступить для того, чтобы в ином случае боссы Гайнакса не сделали ответственным за производство ребилдов кого-нибудь более инициативного и покладистого. Да и вряд ли режиссер захотел бы по своему желанию снова браться за картину, с которой его связывает длительная депрессия и многочисленный хейт со стороны фанбазы. Потому заниматься этим Ано был попросту вынужден, из-за чего интервалы между выходом каждого фильма становились все больше, вплоть до промежутка между третьей и четвертой частью, который составил целых 9 лет. И в этот раз Евангелион относительно своей первоначальной истории оказался каким-то упрощенным и обезжиренным. Он будто бы отсылать нас к тому самому Евангелиону, каким мы его помним и любим. Нет, не таким, каким он был, а таким, каким нам казалось, что он был. Ребилды заигрывают с ностальгией старого зрителя и при этом явно стараются развлечь нового, который уже не обладает нужной выдержкой, позволяющей смотреть на долгие статичные сцены без какого-либо развлекательного действия. Но при этом я не скажу, что история стала хуже или даже лучше. Она просто стала другой и удовлетворяется совсем другим зрительским запросам. Но вот где Хидеаки Ана действительно дает себе как автору разгуляться, так это в меньшей степени в третьем фильме и в большей степени в четвертом, который становится логическим завершением не только серии ребилдов, но и всей франшизы в принципе, наконец спустя 25 лет отправляя ее на заслуженный покой. И в этот раз это действительно конец Евангелиона. Но получается так, что на выходе мы имеем целых три альтернативных версии одной и той же истории, а если учитывать река, прождение и смерть, а также конец Евангелиона, то и все пять, причем рассчитанные на разный тип зрителя. Хочешь много загадок, специфичного монтажа и авторского видения? Смотри оригинальный сериал. Тебе не понравилась концовка? Тогда посмотри фильм. А может ты хочешь ту же самую историю, но попонятнее? Прочитай мангу. Или может быть тебе вообще надо что-то новое и свежее? Вот тебе и ребилды. Таким образом Евангелион объединил в своей фанбазе множество разных людей, которые любят его по абсолютно разным и может быть даже полярно разным причинам. Он одновременно исключительно авторский продукт, на который стоит смотреть через призму его творца, культурных отсылок и прочего-прочего. И в то же время это история с яркими и запоминающимися героями, мемными сценами, да и к тому же повествующие о взрослении. Процессе, который так или иначе был у каждого, а потому такой сюжет способен вызвать отклик у множества зрителей. И поскольку его смотрят вообще разные люди, потому вокруг него постоянные споры, срачи и противоположно разные интерпретации сюжета. Евангелион это уже больше, чем какая-то точная и вполне конкретная история. Это уже самостоятельная концепция, как легенда или миф, сюжеты которых постоянно видоизменяются в зависимости от того, кто эту историю рассказывает, а главное кому рассказывает. И причина такого результата то, что кто-то когда-то не до конца разглядел авторское видение человека, который всю эту историю, собственно говоря, и придумал. И тут может показаться, что я как-то поношу Евангелион, или подвожу к тому, что все, что делалось по данной франшизе, кроме оригинального сериала, исключительно ради денег. Конечно же нет, ведь это все имеет место быть, и именно благодаря тому, что Евангелион нашел множество своих самых странных проявлений, делает феномен его неоднозначной популярности таким интересным. Да и основной костяк очередных воплощений Евы, так или иначе создавался самим Хидеоки Ана, который, желая того или нет, вложил в них свое уникальное и своеобразное авторское видение. И как по мне, он отличный автор, один из немногих, кто делает подростковые истории, в первую очередь для подростков. Я уже несколько раз в своих видео говорил, что подобные сюжеты о становлении героя, носят в себе нравоучительный характер, и зачастую они пишутся взрослыми людьми с позиции взрослого, который хочет направить подрастающие умы в правильное русло. Но в Евангелионе Хидеоки Ана рассказывает о подростках с позиции самих подростков, которые переживают постоянную неуверенность в себе, сомнения в собственных возможностях, непонятное внезапное влечение к представителям противоположного пола, а главное чувство тотального одиночества и полного недопонимания со стороны людей вокруг. И именно таким героем перед нами предстает Икари Синзи, собирательный образ всего того, что любому подростку предстоит в себе преодолеть. А вот в какой форме зритель переживет эту историю и какие выводы для себя сделает, это уже дело каждого. И на заданный мною же вопрос, что же не так с Евангелионом, я отвечу, что с точки зрения логического развития франшизы с ним все не так. Ведь вместо какого-то закономерно вытекающего продолжения, история раз за разом попросту обзаводилась новой интерпретацией одного и того же сюжета, который не то чтобы разительным образом отличался от предыдущей версии. Но зато с точки зрения какого-то необычного культурного явления с Евангелионом все хорошо, так как он своей неоднозначностью умудряется даже 25 лет спустя порождать вокруг себя множественные споры, теории и различные толкования сюжета. Вплоть до 50-минутного разбора сцены с дрочкой Синзи. И дело даже не в том, сколько смысла было вложено авторами, а в том, сколько Евангелион смог привлечь к себе внимание людей, каждый из которых уже в свою очередь нашел в нем свой собственный уникальный смысл. Потому даже еще 25 лет спустя люди все еще будут спорить, кто Топ Вайфу, Аска или Рэй. Пока тем временем прошаренные, пацаны будут стоять в сторонке и ухмыляться, ведь они-то знают, что Топ Вайфу это Мисата Сана. А на этом пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok